Всем привет! С вами магазин Горные Вершины, меня зовут Андрей, и в этом видео мы поговорим о багажниках. Если вы любите путешествовать и любите дальние поездки на велосипеде, то в этом случае багажник будет незаменимой вещью для перевозки вашего инвентаря. Также вам багажник пригодится, если вы просто используете велосипед как транспортное средство и возите, например, покупки из магазина домой. Итак, какие же бывают багажники, чем они друг от друга отличаются, и на что стоит обратить внимание при выборе багажника для вашего велосипеда. Багажники бывают так называемые консольные, скрепления на подсидельный штырь, багажники, которые крепятся на раму велосипеда в специальные крепежные отверстия, и универсальные багажники, которые можно закрепить без крепежных отверстий. Следующий момент, который нам нужно знать при выборе багажника, это то, есть ли у нас крепежные отверстия на раме или их нет. Крепежные отверстия для багажника находится на задних перьях и также внизу на дропаутах рамы. Однако, если таких отверстий на раме вашего велосипеда нет, то в таком случае вам подойдет либо консольный багажник, либо багажник, как я уже говорил, универсальный. Итак, консольный багажник. Такие багажники, как я уже говорил, крепятся на подседельный штырь. Это достаточно удобно. Здесь есть зажим, и его можно быстро установить и также быстро снять. Основным минусом таких багажников является то, что они не рассчитаны на большую нагрузку. Максимальная нагрузка консольного багажника варьируется от 5 до 9 килограмм максимум. Однако, такие багажники удобны для перевозки небольших грузов. В данном случае это у нас багажник от компании Topic. Здесь есть в комплекте уже резиночки для фиксации груза и фирменное рельсовое крепление для фиксации различных аксессуаров, о которых я расскажу немножко попозже. Следующий тип багажников, который можно установить практически на любую раму велосипеда, даже если у него нет крепежных отверстий, это багажники универсальные. Они крепятся с помощью специальных зажимов, и такие багажники бывают для установки как над задним колесом, так и над передним. Передний универсальный багажник будет крепиться также посредством вот таких хромутов с липучками на вилку вашего велосипеда. Поскольку перья велосипеда могут находиться под разным углом в зависимости от геометрии рамы, такие багажники имеют возможность регулировать угол наклона к грузовой площадке. Такие багажники также имеют не очень большую грузоподъемность. Максимальная нагрузка на них составляет 10-12 килограмм. Ну и если вам нужна максимальная грузоподъемность от багажника, то, конечно же, наилучшим вариантом будет багажник, который устанавливается в крепежное отверстие рамы вашего велосипеда. Такие багажники, как правило, имеют максимальную нагрузку до 25 килограмм. Некоторые модели имеют даже большую нагрузку. При выборе такого багажника нужно прежде всего определиться, какой тип тормозов на вашем велосипеде. Багажник, который предназначается для установки на велосипед с дисковыми тормозами, имеет несколько большую ширину, чтобы при монтаже тормозной суппорт не мешал его установке. И напротив багажник, который устанавливается на раму с свободными тормозами, несколько уже для того, чтобы он сильно не выступал за габариты вашего велосипеда. Следующее, на что стоит обратить внимание при выборе багажника, это диаметр колеса вашего велосипеда. Хотя большинство моделей багажников имеет регулировку по высоте, так или иначе это определенный диапазон, и багажник, предназначенный на велосипед с 24 колесами, на велосипед с 29 колесами, конечно же, не подойдет. На всех моделях багажника указан тот диапазон размеров колес, к которым этот багажник подходит. Иногда бывает такое, что на раме вашего велосипеда имеется крепежное отверстие на задних перьях, однако нет крепежных отверстий для багажника на дропаутах рам. В этом случае нам подойдет багажник, который крепится на ось колеса с помощью удлиненного эксцентрика, который идет в комплекте с багажника. Ну и, конечно же, хороший багажник должен быть алюминиевым, хотя бывают и багажники стальные. Алюминиевый багажник будет легче, чем стальной, но не будет уступать ему прочности. Ну и в конце несколько слов про систему фиксации груза на багажнике. На багажник, на котором нет никакой системы фиксации, груз вы можете прикрепить посредством резиночек, веревочек, скотча и вашей фантазии. Ну, кстати, вот сюда можно топиковские велоштаны прикрепить. Следующий по популярности тип фиксации груза — это пружинный фиксатор, и можно закрепить почти любой груз. Ну и самую удобную систему крепления груза на багажниках придумала компания Topic. Называется она MTX. Эта система представляет из себя вот такие рельсы, на которые вы можете установить любой аксессуар от компании Topic, который также маркируется индексом MTX. Для установки вот такой сумки нам нужно просто совместить пазы и задвинуть ее до щелчка. Пожалуй, это все, что нужно знать при выборе багажника для вашего велосипеда. Ссылочка на раздел с багажниками будет в описании к видео. Если у вас остались какие-то вопросы, можете их написать в комментариях, обратиться к нам в магазин. Ну и не забывайте традиционно подписываться на наш канал, ставить нам лайки. С вами был магазин «Горная вершина». Я Андрей. Всем пока!